Задержание не больше минуты. Отработка группы молниеносная. Машину заблокировали с двух сторон. Злоумышленника вытащили из авто, положили на землю. Пауза. Отряд СОБР работу над упражнением закончил. Небольшой разбор ошибок и по новой. Чтобы было до автоматизма. После новый этап. А это уже работа щитовой группы. Выглядит она далеко не так впечатляюще, как в кино. Бойцы работают намного осторожнее. Если здесь, в учебном центре, ошибку допустить еще можно, то в боевых условиях ее цена слишком высока. Поэтому каждый угол, каждую комнату досматривают особенно тщательно, не торопясь. Неоправданному геройству здесь места нет. СОБРовец это не как в Штатах, там, герой-одиночка. Это работа коллективная. Бесколлективная работа и замовыручки. Успеха в проведении операции быть не может. Василий – ветеран отряда. Сейчас, говорит, бойцам можно даже позавидовать. Спектр тренировочных упражнений на базе все шире. Еще 30 лет назад об этом можно было только мечтать. В наше время такого не было. Мы сами изыскивали объекты и самолеты, освобождали заложников. И железнодорожные вагоны искали сами. У нас такого не было. Нам было, конечно, сложнее. Сейчас ребятам попроще. То есть они отрабатывают здесь все и применяют на практике. В этом году Рязанский СОБР отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад, 18 февраля 1993 года, и было сформировано подразделение. А уже год спустя рязанские СОБРовцы выполняли задачи в горячих точках северокавказского региона. Я считаю, что у нас подразделение довольно-таки на высоком уровне находится. Мы мало чем уступаем подразделениями из других регионов и аналогичных служб. Можно сказать, что я вполне горд тем, что служу в данном подразделении. И мои слова поддержат все мои сорокники. За три десятка лет больше сотен командировок. В разы больше выполненных задач. Менялись вооружения, состав отряда, тренировочные точки. Не меняется только задача – борьба с терроризмом, на которую сегодня сделан особый упор. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.